О биографии Малюты Скуратова Известно, что настоящее имя этого человека Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Своё прозвище Малюта он получил за маленький рост и за часто повторяемую фразу Малютя, старинный аналог «Я тебя умоляю». Скуратов был выходцем из мелкого дворянского рода, члены которого на протяжении многих лет были холопами государей. Впервые его имя упоминается в 60-х годах XVI века как одного из приближенных царя Ивана Грозного. Но это не означает, что ранее за Малютой не могло быть каких-то значительных дел. Просто в 1568 году по приказу царя прекратили вести летопись, и многие ранее документы были уничтожены. К концу 60-х годов Иван Грозный жил в постоянном страхе перед восстанием, заговором и цареубийством. Поэтому он приказал создать мощное воинское подразделение опричное сыскное ведомство, которое по современным меркам можно считать неким подобием тайной полиции или службы государственной безопасности. Вопреки расхожему мнению, опричник Малюта Скуратов вовсе не стоял у истоков этого ведомства, но сумел достичь высот именно на данной службе. Он вел дознание, причем часто при помощи жестоких пыток. Также по приказу Малюты казнили дворян и бояр, земли отходили царю, а имущество – главному опричнику. В полной мере Скуратов разгулялся при погромах в Торжке, Твери и Новгороде, когда свирепость сыскного ведомства привела к гибели многих городских жителей. Нужно отметить, что доказательств государственной измены опричники не слишком искали, достаточно было доносов. И как через много веков тройки Иосифа Сталина, на месте приводили приговор к исполнению. Именно Малюте Иван Грозный поручил арестовать своего двоюродного брата, князя Владимира Старицкого, которого обвинили в желании занять трон. В 1956 году митрополит Московский и в Сея-Руси святитель Филипп отказался благословить погромы и обвинил царя в ненужной жестокости, после чего его нашли мертвым. На протяжении многих столетий считается, что митрополита Малюта Скуратов убил лично, задушив его подушкой. Хотя понятно, что никаких свидетельств и исторически подтвержденных фактов этого злодеяния не существует. Биография Малюты Скуратова будет неполной, если не отметить, что этот человек был не только придворным соглядатаем, но и принимал участие в военных действиях. Например, в должности воевода он ходил в походы в время Ливонской войны, а также в качестве посла вел переговоры с Крымским ханством и с Речью Посполитой. О личной жизни Малюты Скуратову известно немного, по крайней мере, намного меньше, чем о личной жизни его детей. Согласно официальным данным, он был женат только один раз, его супругу звали Марья, и эта женщина принимала активное участие в дворцовой жизни. Между прочим, Скуратов был не просто приближенным царя, но и в некоторой степени его родней. Когда скончалась вторая жена самодержца Мария Темлюковна, Малюта поторопился женить его на своей дальней родственнице Марфе Собакиной, причем на свадьбе Скуратов выступал дружкой. Впрочем, Марфа пробыла царицей всего 15 дней, после чего ее отравили. Известно, что у главного опричника было три дочери, каждую из которых он весьма удачно выдал замуж. Старшим зятем Малюты Скуратова стал двоюродный брат царя Иван Глинский. Средняя дочь Мария вышла замуж за небезызвестного Бориса Годунова, а младшая Екатерина стала женой князя Василия Шуйского. Второй и третий зять Малюты Скуратова впоследствии побывали на царском престоле. По официальным летописям сыновей у опричника не было, и род Скуратовых прервался. Хотя Алексей Толстой в романе «Князь Серебряный». Повесть времен Иоанна Грозного упоминает, что якобы у Малюты все же был сын Максим Скуратов. В памяти общественности Скуратов остался как злодей и жестокий палач, но по иронии судьбы он погиб вполне геройской смертью. В первый день 1573 года опричник принял участие в штурме немецкой крепости Вейсенштейн, где и получил смертельное огнестрельное ранение. По приказу царя Малюту отвезли в Иосифово-Каламский монастырь и похоронили рядом с могилой отца. Известно, что Иван Грозный напомин души покойного пожаловал сумму, намного превышавшую те средства, что он жертвовал после смерти братьев и жен. Также царь распорядился выплачивать вдове Скуратова пожизненную пенсию, что по тем временам было невиданным прецедентом. Из-за того, что могила Малюты не сохранилась, в народе появилась легенда, будто бы опричник дожил до прибытия в монастырь, где покаялся во всех страшных грехах и уговорил захоронить его у входа в священную обитель. И якобы с тех пор прах великого грешника попирается ногами каждого входа.